Это не я, но реально так было, серьезно. Давненько у нас не было на обзорах игровых мониторов. И знаете что, а изогнутого? Ммм, вообще никогда. Всем привет, это 21 век. Я Саш Сериков, а это Xiaomi Curve Gaming Monitor. Изогнутые мониторы это не новинка, но это всегда интересно. А здесь у нас еще монитор от Xiaomi, это интересно вдвойне. Итак, как же должен выглядеть игровой монитор? Ну-ка, много решеток, много всяких карбоновых деталей, куча RGB-подсветки непонятной, ненужной. А также название какого-нибудь, что-нибудь там, типа Super Star Select 25035 Gamer XL Extra. Нет, здесь мы этого ничего не видим, здесь у нас прям классический дизайн. А почему же? Потому что этот монитор, он не для геймеров 2000-х, он не для 13-летних мамкиных дотеров. Он для такого бородатого мужика, у которого есть борода, собственно, жена и ипотека. Да, это идеальный баланс для тех, кто поровну пороет времени за монитором, половину для работы, половину для игр. Моник ультр-широкий, его пропорции 21 к 9. Это значит, что дизайнеру можно тут разместить единовременно много всякого дизайнерского, а видеографу много всякого видеографского. К слову, всем остальным это пространство тоже будет не лишним. Сзади вот такое кольцо RGB-подсветки. Есть весокрепление 75 на 75. Дисплейпорт, 2 HDMI, выход на наушники. Кабель дисплейпорт идет в комплекте. Монитор стоит вот на такой металлической ножке и настраивается по таким осям. На 20 градусов сюда и сюда он поворачивается, а также опускается и поднимается вверх и вниз на 12 сантиметров. А, кстати, на мониторе даже предусмотрены целых два динамика по 2 ватта. Итак, самое интересное. Что же по экрану? Разрешение VQHD. 3440 на 1440 пикселей. Учитывая диагональ, тут 100 ppi. Это, кстати, обычный ppi для таких мониторов. Это нормально, абсолютно. И, кстати, пиксель заметен здесь, ну вот, где-то с такого расстояния. Ну, вряд ли, что вы будете вот так вот прямо у него сидеть, правда? Что же у нас тут по цветопередаче? Скажу сразу. DCI-P3 95%. Вот на этом самом моменте колористы. Значит, закрыли ролик и пошли искать что-то другое. Колористы. Всего хорошего, а всем остальным скажу. Нам с вами этого хватит. Цвета хорошие, а контраст 4000 к 1. Матрица VA. Че тут говорить? Вы посмотрите просто на это. Хотя я, конечно, молодец. Говорю, посмотрите на монитор через камеру. В общем, поверьте. Вот так вот. Ну, а теперь самое главное. Частота обновления экрана. 180 герц. Да, не 240. Но, ребята, и не 144. А вообще, вспомните и подумайте. В каких-то играх ваше железо выдает 180 фпс. Вот то-то же. Ну, а теперь об изгибе. Значит, изгиб этого монитора равен полутора тысячам R. Что это значит? Что если вот такие мониторы взять их много, поставить друг дружке и получить круг, то его радиус будет полтора метра. Соответственно, чем меньше значение, тем больше изгиб. По-моему, полторы тысячи R это нормальный комфортный изгиб. Вот многие скажут, Саша, вот 1000 R это нормальный изгиб. Но, по мне, честно говоря, немножко чересчур. Углы обзора 178 градусов. Яркость 350 нит. Для монитора нормально. Но вот ни о каком HDR речи быть не может. Поэтому и битность его всего 8. А теперь самое приятное. Время отклика. Одна миллисекунда. Если что, по рынку это самое топовое значение. Итак, на основе всего вышеизложенного. Я рекомендую этот геймерский монитор для геймеров. Ну а что, судите сами. 180 Гц. Здоровенный широкий экран. Да прям бафнет ваш скилл на плюс 100 500 поинтов. Ну все, идеально. Да, ярко слабовато. Да, есть нюанс HDR. Но мы же с другой стороны его не для киношки берем. Ну а вообще-то кино у него можно спокойно посмотреть. К плюсам еще отнесем, разумеется, лаконичный дизайн. Приятную и ненавязчивую RGB подсветку сзади. А также цену. Посудите сами. 1349 белорусских рублей на момент съемки ролика. Ну что ж, на этом все. Это у вас Первый век. Я Саш Сериков. А это Xiaomi Q Gaming Monitor. Лайк, подписка, комментарий. Всего хорошего.